Всем здравствуйте! Сегодня мы говорим о печах. Печи тема актуальная, уже через пару-тройку месяцев. И я вам расскажу свой опыт владения ПОВ-57. Вот такой печка. Это, кстати, есть ПОВ-57, а до этого у меня была где-то вот такого объема и чуть повыше. Печка для гаража по отзывам говно. Кто-то кипятком сыт, кто-то говорит, что говно. Давайте мы сразу расставим точки на дыр. И так как эта печка предназначена с завода для топления углем, каменным углем. Соответственно, он для дров в принципе не предназначен. Также у меня горит жопа от самоделки, которые делают печки из баллонов и ставят туда колосник. Нахрена вы ставите колосник в печку, которая не предназначена для угля. Если вы топите углем, колосник нужен. Если вы топите простыми дровами, мусором, говном, чем нашли у гаража, тогда вам нужна печка без колосника. Это называется, по-моему, ПП на П как-то. Подовая. Подовая печь. Спасибо большое, оператор. Соответственно, с этой печки в этом сезоне я колосник не снимал. И тем самым добавлял ей камеру сгорания. Ну и себе добавлял какого-то крема. К сожалению, оно там прилипло и, наверное, сейчас по быстрым способам не снимется. Так вот, такую печь, если вы ставите в гараж и у вас есть доступ к каменному углю, то оставляйте колосник, если вы топите мусором, строительным мусором, дровами, всем, чем найдете. То есть колосник рекомендую убрать. Это момент первый. Второй момент. Если вы убираете колосник, то рекомендую дно у печки промазать каким-то герметиком, потому что я пытался отработать ее немножко разжигать. И, соответственно, когда разжигаешь отработкой, это все течет. Я купил печной герметик, и, соответственно, в ближайшее время я обязательно это все дело промажу печным герметиком. Дабы это все не текло, потому что зону выгребать каждый раз мне лениво, а перед уходом, когда печка потухла, залил отработки, это все смешалось, и это довольно-таки неплохо горит. Даже если пепел от сигареты намазать на бычок, ой, не на бычок, а на кубик сахара, сахар будет гореть. Это химия, физика и так далее. То есть зола выступает в роли катализатора для горения, а отработка у вас горит. Она не будет взрываться, гореть, там вот это, как печки на отработке есть, а благодаря золе, как катализатор, он будет это впитывать в себя и плавно отдавать. А отработки у меня в этом гараже и в соседнем гараже дохрена и больше. То есть доступ к отработке есть. Это момент по поводу самой печи. Так же печь, как и автомобиль, при сгорании топлива, в нашем случае дров, в себя засасывает, помимо самих дров, еще и кислород. Если у вас гараж выглядит, как у меня, он не утеплен. Сейчас я покажу. Мы выключим свет, я закрою гараж. Сопа. Это я еще отшипутал его местами, правда, хреново. До шпакровки было видно, посмотри, видно? Вот это свечение. Ну вот видно вентиляцию. Значит, я еще довольно-таки неплохо все отшипкатую. Короче, дело в том, что если мы найдем старое видео, я думаю, оператор его включит, когда я снимал видос, как у соседа все видно, когда он свет включил. То есть через каждую вот эту щель вот видно вот тут. По-моему, я их только удалил недавно. Короче, вот видно, что каждая такая щель, она зазорчик имеет, и это полный доступ к соседскому гаражу. Вот, также есть вот такие вещи. То есть у меня туда ключ, скорее всего, полностью залетит. Неутепленные ворота тоже с щелями. Печка это все засасывает в себя. А когда она-то засасывает в себя, она забирает уже прогретый воздух, в том числе какой-то процент, потому что горячий воздух уходит наверх. Когда он уходит наверх, он через эти щели нахер идет. Вот, и, соответственно, она затягивает с улицы холодный воздух. Если есть возможность, вот тут у нас печки уже не родная, это просто стальная крышка. К стальной крышке можно приварить что-нибудь и сделать забор воздуха, например, с погреба, подвала, улицы. Главное, чтобы с гаража не сосало. Также, когда я работал продавцом на, ну, вообще, в принципе, печах, в каждой печке есть понятие коэффициента. Коэффициент это коэффициент как раз утепления. Если у вас деревянный дом, который обшит херовой тучей изоляции, теплоизоляции, то, соответственно, у вас коэффициент один. Если у вас гараж, как у меня, с дырами везде, где только можно, это коэффициент другой. Печь рассчитывается не на квадраты, а на кубы. То есть тут 24 квадрата, а у кубов почти по соточку. Ну, почти. 75? Ну, приблизительно. Тут еще просто крыша под наклоном, это тоже все считается. А то люди смотрят, у меня там 24 квадрата, а там в печке написано до 25 квадратов. О, заинвисели до 50, у вас запасы, а по факту там у него впритык. Люди также любят печи длительного горения. Брать без запаса в гараж. И печь длительного горения, она берется, во-первых, с запасом. У нас в трех сервисах автомобильных были такие печи, и их топят как? Давай, давай, вот так вот просто в них кидают трава. Да, печь длительного горения, она должна тлеить. Кидать у них дрова постоянно это не нужно, она просто прогорит почти мгновенно, и, соответственно, там сезон 2-3 она прогорает и идет нахер. Если ее использовать по назначению, то есть вы ее растопили, еще раз заложили дров, чтобы они тлели, закрыли все заслонки, тогда она будет работать. Но под печи длительного горения у вас должен быть утепленный, максимально герметичный, ну, либо гараж, либо дом, либо еще что-нибудь. Так что про печи какие-то тонкости, я думаю, вы усвоили или нет, но это уже дело, как говорится, ваше. Второй момент по сборке дымохода. Это стандартный дымоход. Вот, грубо говоря, раз колено и два колено такое же на улице, это у меня обошлось в трех. Печи собирается нелогично, как мы все привыкли, вот так вот. То есть это надевается на эту, это надевается на эту. Если вы соберете так, то у вас будет, видно, течь конденсат. Да. Будет течь конденсат, дождь и все, что угодно. И, соответственно, если снаружи гаража печь не утеплять или не покупать готовую санитович панель, оно будет очень сильно ржаветь, гнить и, соответственно, прогореть намного быстрее. Кстати, что смешно, эту печку я топил всяким говном и она не такая уж и засратая, как мне говорили, что там засрится она за минуту. Шесть метров печи против шести метров этой печи. Это стоило трех прошлый или позапрошлый год. Это я купил сейчас за двушку. Три с лишним миллиметра стали. Вот этот дымоход, он будет и тепло получше отдавать. Ну и, соответственно, он уже не прогорит. Единственное, надо будет распечатать лекала. Они есть. Они есть в акселевских форматах, есть в форматах приложений. Печатайте формат под нужный диаметр. Вы сможете изобретать под 45, по 22,5 и по любой градус. Вот это вот в 45 градусах. Оно не сильно загибается, не сильно мешает дымоходу и не засоряется. Если взять сразу по 90, то там будет проблема, там будет скатываться конденсат, говно. Ну и прочие прелести жизни. Возможно, я просто, если они друг на друга будут налазить, просто соберу пока что эти коленные, до того момента, пока они не прогорят. А когда будет нехер делать, все-таки сварю из этих. Ну, скорее всего, я сварю цельные дымоходные стройки, чтобы он просто был и больше ничего с ним никогда не происходило. Вот. Это про ПОВ-57. То есть, подведем итоги. Хотите топиться дровами? Убираем колосник. И делаем перегородку еще желательно. В ближайшие пару дней мне придет еще квадратная такая же печка. Я про нее тоже обзорчик небольшой сниму. Отреставрирую ее. И эту я сейчас буду реставрировать, пока все еще тепло. То, что тут есть небольшая печенька. Ну и надо ее переделывать с герметиком, собрать, чтобы можно было топиться в том числе отработкой. На гараж 22... А, пизжу. 24 квадрата. Ее можно схватить, если гараж утеплить, и использовать такую чудесную вещь, как... Вентилятор. Вентилятор сдувает, соответственно, тепло от печки по всему гаражу, и вам более-менее комфортно работать. Частично при этом он забирает теплодачу самой печки, и печи поменьше отдают тепла в атмосферу. Температура на выходе дымохода должна быть в районе 60-70 градусов. Если выше, значит, вы сделали что-то херню, либо удаляйте дымоход, либо делайте теплосъемники. Теплосъемник можно сделать в том числе и из таких труб. Загибает под 45 градусов. Делаем трубки поменьше, сверху под 45, и у нас получается что-то типа радиатора. Ну, только не водяного, а, соответственно, воздушного получается. Или пламенного, как его правильно назвать. Скорее, воздушного. То, что просто... Горячие газы будут чуть дольше отдавать тепло, и на выход будут... ...уходить более легкие. Ну, для этих всех целей у вас должен быть все-таки... ...какой-нибудь сварочный полуавтомат или инвертор. Если у вас нет, то вы будете страдать вот с этой вот... ...парашей задорого, и нафиг оно не надо. Для дома, конечно, да, есть смысл брать все готовое. Для гаража мы делаем из говной палки. Если вы в Москве, то удаляйте это видео, покупайте максимально дорогую печку с экраном. Мы это снимаем для тех ребят, кто уже приготовил болгарку и такой... ...ща я, бля, поеду на металлоломку при газовой балансе. Печки, которые подают такие же сейчас по десятке. Ну, соответственно, если у вас выбор купить за десятку такую печь или купить газовую балу, то покупайте балу. Не выебывайтесь. Вот я эту печь взял за 2,5. Предыдущую большую я брал за 2,300. И квадратную уже просто для коллекции. Я могу собрать из трех советских чугунных печей, все разные, целую коллекцию. Вот у меня будет еще одна квадратная, и еще, может быть, я еще одну квадратную заберу бесплатно. Друг предлагает. Все. Это просто как для красоты, для интереса. Топить такими печами можно, когда вы топите говном, мусором, отработкой, или у вас есть доступ к каменному углю. Если вы москвич, вы будете топить с электричеством, там, деньгами, и нам вас не понять, извините, конечно, да. Наверное, вы деньгами тропитесь, пидоры, блядь. Так вот, я думаю, этот выпуск вам был полезен. Поставьте лайк, подпишитесь, всего доброго. Продолжаем тему, так как это одно видео будет, так что поздоровался я, наверное, зря. Вот почему я говорил, что надо изолировать трубу стекловатой, какими-то сэндвич-панелями. Ну и, как по мне, лучше просто базальтовая вата, а сверху ткань такая, стекольная, короче, я не знаю, как ее называть. Потому что смысл в чем? Вот, грубо говоря, у вас дымоход стоит, блядь. Он прогорел, и все, это пламя. Куда передвигается на рубероид? Рубероид загорится, звездец будет вообще всему кооперативным. Поэтому наружка должна быть потолще немножко. Сделаем, наверное, из троечки вот эту выходную, самую крайнюю трубу. То есть колено-то вроде держится нормально, ничего. Единственное, я бы тут... Тоже, кстати, смотри, туда попадает влага. Конечно, она тут уже хочет дохнуть. Вот, конденсат, дожди, все это, ну, дело портит. Короче, прогорает. Перекидывается на рубероид, пиздец, господа. Все, ее нету. Если бы я ее разжег, она просто превратилась в труху и подожгла. Вот, господа, вот эта часть вот реально отходила одну зиму. Это была уличная, то есть вот так. Это у меня вот все наверх стояло. Вот это я прям вот точно помню охуенно. Вот это я покупал свежие, вот эта часть свежая. Видно, она еще даже тут вот это засраться не успела. Вот это у меня, ну, гараж был. Для одного сезона это вообще жопа. Не знаю, наверное, все-таки лекалы сегодня сделаю. И даже вот эти штуки я полкидываю или продам, не знаю, короче. По цене металлолома хоть куда-то даст вперед.